Всем здорова, с вами Старпёр. В предпоследнем выпуске гайда по добыче всей экипировки Децелс на патче 1.1 я расскажу о местонахождении чертежей гранат и сил. Для вашего удобства в закрепленном комментарии я оставлю навигацию с таймкодами на каждый конкретный чертеж. Прежде чем начать, выражаю немного запоздалую благодарность диджею Укропу, поддержавшему создание гайдов по Децелс сотне рублей. Спасибо. А теперь к делам. Чертеж мощной гранаты падает из моба Бомбардир, встретить которого можно на всех уровнях сложности в часовой башне, а на высоких он заменяет моба гранатометчик и появляется в тюремных камерах и на тропе обреченных. Шанс дропа 1.7 процента. Чертеж связки гранат падает из моба Слэшер, встретить которого можно в крематории, недрах тюрьмы, на кладбище и в королевском замке. Шанс дропа 1.7 процента. Чертеж магнитной гранаты падает из моба гранатометчик, встретить которого можно в тюремных камерах и на тропе обреченных. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж оглушающей гранаты лежит в секретной зоне в самом конце тюремных башен. Эта зона может не появиться, но такое случается довольно редко. Чертеж огненной гранаты падает из моба гранатометчик, встретить которого можно в тюремных камерах и на тропе обреченных. Шанс дропа 1.7 процента. Чертеж живой гранаты лежит за запертой на временной замок дверью, находящейся в переходе после черного моста. Лимит времени 15 минут. Чертеж напалмовой гранаты падает из моба молот, встретить которого можно в недрах тюрьмы. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж роя падает из моба отвратительный червь, встретить которого можно в ядовитых и древних сточных канавах. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж сферы смерти падает из моба мясоруб, встретить которого можно в заброшенном склепе. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж торнадо падает из моба рыцарь-стражник, встретить которого можно в королевском замке. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж танца с ножами падает из моба летучая мышь, встретить которого можно на тропе обреченных, на кладбище и в часовой башне. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж темной силы падает из моба защитник, встретить которого можно на тропе обреченных и в дремлющем храме. Шанс дропа 0.4 процента. Чертеж вампиризма падает из моба инквизитор, встретить которого можно на всех уровнях сложности в тюремных башнях, заброшенном склепе, на кладбище в дремлющем храме и королевском замке. А на четырех клетках босса он встречается уже в тюремных камерах. Шанс дроба – 0,4%. Чертеж крюка падает из моба «Ловец», встретить которого можно на кладбище в дремлющем храме и в Королевском замке. Шанс дроба – 0,4%. Чертеж вспышки падает из моба «Бегун», встретить которого можно на Тропе Обреченных и в деревне «На сваях». Шанс дроба – 0,4%. Чертеж едкого облака падает из моба «Гниющий зомби», встретить которого можно на кладбище. Шанс дропа 0,4%. Чертеж Ауры Терзания дается за успешное завершение пятого ежедневного испытания. Иными словами, на получение чертежа вам потребуется как минимум 5 дней, если вы будете выполнять его ежедневно. Чертеж Волны Отрицания падает из моба Бомбардир, встретить которого можно на всех уровнях сложности в Часовой башне, а на высоких он заменяет моба Гранатометчик и появляется в тюремных камерах и на тропе Обреченных. Шанс дропа 1,7%. Чертеж Крылья Фуруна падает из моба Голин, встретить которого можно в Дремлющем Храме. Шанс дропа 10%. В следующем и последнем выпуске я расскажу о том, как добыть чертежи всех мутаций. А на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал. В описании к видео есть куча полезных ссылок. А с вами был Старпер. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok